Сегодня мы продолжаем наше занятие и опять мы возвращаемся к съемам ударов. И хотелось бы обратить внимание на следующие моменты. В съемах ударов желательно, особенно на моменте телесных съемок, снимать односторонней рукой. То есть если удар идет, то мне проще снимать той стороной, той рукой, откуда идет движение, нежели медленно. Нежели я буду, сейчас медленно, дай, пожалуйста. Смотрите, этой руке моей, сейчас, левой руке нужно пройти путь в два раза длиннее, чем руке, которая находится с той же стороны. Если одновременно двигать рукой, посмотрите, то эта рука успела, а эта нет. Мне нужно добавлять движение тела, но движение тела мне всегда добавлять нужно. Но я сокращаю время самого съема. Это первый момент. Еще раз смотрим. Вместо вот здесь мне приходится опережать. Вот если будет видно, то посмотрите, я опережаю немножко движение. И на медленной скорости у меня все получается. Ну о скоростях мы поговорим на следующем занятии. А сегодня мы давайте посмотрим все-таки. А если я снимаю все-таки односторонней рукой, то я могу действовать медленнее. И у меня будет все получаться. Это первый момент. И второй момент. Вот общераспространенная ошибка. Это во время съема рука тянется вперед. То есть я движу перемещение его руки и тянусь вперед. Но посмотрите, с чего состоит это движение. Сейчас медленно мы посмотрим. Смотрите. Движение идет вперед, а его рука движется ко мне. И теперь я гашу скорость. И начинаю новую скорость догонять его руку сюда. Не важно, я иду через вращение, качение и так далее. То есть привожу, да, в системе гадочек, в этом плане переход движения поступательного во вращательное. То есть пытаюсь, есть возможность как-то погасить. Но это требует большого усилия именно внимания на координации движения, на выполнение этого сложного элемента. И самое главное, что я все время там сейчас, в этом движении. И пока движение не закончится, я здесь нахожусь. И получается на раз-два. И мы сейчас в одинаковых условиях. Я могу, конечно, его загрузить, а он может не загрузиться. Не дать мне точку опоры. Поэтому проще, проще. Не искать его. И поэтому, когда говорят о скоростях, поэтому говорят, во-первых, не могут увидеть, с какой рукой. Говорят, я не могу угадать, с какой рукой будет бить. Потому что работает на чем? На движении, на перемещении руки. И когда идет движение, начинают... Ну да, двумя руками работаем. Двумя руками сбрасываемся. Сбрасываем для того, чтобы снять удар. Если вы будете двигать руки к себе, он бьет куда? Он бьет меня сюда. Если он бьет меня в лицо, почему я должен идти куда-то к нему, искать его так? Когда он идет сюда, проще его искать у себя. Поэтому я руки просто сбрасываю к себе. Видите, вот он. Вот даже стоя. Не убирая, я просто руку сбрасываю к себе. В основе лежит вращательное движение в локтевом суставе. Вот оно, движение к себе. Поэтому мне не требуется дополнительных усилий. Да, я сбрасываю две руки. И одна рука, та, которая не участвует в процессе, выполняет роль атаки в этот момент. Вот оно, движение идет. Я сразу же одновременно выполняю съем и контр-атаку.